Наконец-то мы дождались официальную CSGO на мобильные телефоны от компании Valve. Именно про это я вам сегодня и хочу рассказать. Что уже известно, как она будет выглядеть и когда её вообще ждать. Наверное, это один из долгожданнейших роликов на моём канале. Так как я знаю, что это ваша самая любимая рубрика. И я уверен, что она заслуживает лайка, поэтому парень, не поскупись и влепи один лайк. Ну и понятное дело, не забудь подписаться. Ведь ролики с важной информацией выпускают довольно-таки часто. Ну а лучшие комментарии, как всегда, попадают в ролик. А я вам желаю приятного просмотра. Кейс is for real. Честный сайт с реальными кейсами. На котором вы сможете выбить реально крутой дроп. Пополняем баланс. Способов пополнения баланса реально безумно много. Плюс, именно здесь вы можете ввести мой промокод AlexShow. Который даст вам плюс 15% пополнению баланса. На этом сайте есть бесплатные кейсы. Давайте попробуем их открыть. Ведь именно здесь можно выбить скины без вложений. Итак, открываем первый кейс. Смотрим, что не выпадет. Итак, я получаю дробаш. Нормально. Также тут есть классная подборка с новыми кейсами. Давайте сразу 5 штук откроем. Погнали. Опа! И я окупился. Также на кейс из фориел есть раздача скинов. Нужно выполнить все условия и вы сможете поучаствовать в розыгрыше на этот скин. А также у них есть группа ВКонтакте. Кейс из фориел. В этой группе ежедневно проходят разные розыгрыши. Которых можно получить реально крутые призы. Ссылка на сайт и промокод будут в описании. Все вы знаете, что сейчас пошла тенденция на мобильные игры. Практически каждая мировая компания, кроме того, что они создают игру на ПК, они ее пытаются импортировать и на мобильное устройство. И таким образом охватить как можно больше людей. Понятное дело, что это все делается для того, чтобы заработать деньги. Ведь сейчас это наверное для многих будет шоком. Но онлайн в мобильных играх намного больше, чем в играх на ПК. Да и вообще, сейчас в 2021 году люди намного чаще пользуются телефоном, чем компьютером. Это даже можно посмотреть в статистике Ютуба. Что абсолютно все ролики смотрят намного больше с мобильных устройств. А не с компьютеров, как это было раньше. Но CSGO вышло в 2012 году. И практически до сегодняшнего дня не было никакой информации про мобильную версию игры. И на самом-то деле это очень странно. Все конкуренты CSGO уже сделали мобильную версию. А компания Valve как будто бы просто не нужны деньги и они их просто теряют. Ведь CSGO это один из самых популярных шутеров в мире. И если он выйдет на мобильное устройство, то онлайн будет просто колоссальный. Даже приведу вам пример. Все знают PUBG. Он сначала вышел на компьютеры, был огромный хайп. Но потом хайп начал постепенно стихать. И в игру все меньше и меньше людей продолжили играть. Но потом вышла PUBG Mobile. Которая снова взорвала мир мобильных устройств. И на сегодняшний день онлайн PUBG Mobile намного больше, чем в обычном PUBG на ПК. Таким образом компания не обанкротилась, а заработала еще больше денег. И вот, наконец-то, только сейчас появилась информация про CSGO. А именно, компания Valve начала готовить CSGO на мобильное устройство. Еще никто не знает, почему именно сейчас. Почему они этого не сделали раньше. Но я подозреваю это из-за большой конкуренции. Так как такие игры, как Apex Legends, Valorant, тоже готовятся к выпуску на мобильное устройство. И это, конечно же, все очень негативно сказывается на игре CSGO. Итак, что же уже известно про мобильную версию CSGO? Я это узнал от автора Gabe Follower. То, что совсем недавно компания Valve зарегистрировала новый товарный знак. Который очень похож на логотип CSGO. И тут сразу возникает вопрос, зачем он вообще нужен? Так как компания Valve не регистрирует просто так какие-то новые товарные знаки. И это все делается именно для чего-то. И в ситуации именно с этим товарным знаком вообще не было понятно зачем. Лично у меня были подозрения, что возможно какой-то новый просто логотип, ребрендинг или еще что-то. Но потом Gabe Follower нашел еще строчки в игре, которых можно заметить слово mobile. И тогда сразу становится ясным, зачем компания Valve это все делает. Но что самое интересное, игра будет на движке Source 2. И я осознаю то, что вы сейчас вообще ничего не понимаете. Как наша CSGO на Source 1, а игра, которая выйдет на мобильное устройство, будет на Source 2. На самом-то деле у меня есть предположение, что как-то менять нашу версию CSGO на ПК сейчас совсем не выгодно для компании Valve. Ведь при переходе Source 1 на Source 2 придется менять очень много механик. А вот создать на мобильное устройство CSGO сразу на Source 2, мне кажется, будет немного проще для компании Valve. И именно поэтому они и выбрали этот путь. Кроме нового зарегистрированного товарного знака и спаленных строчек в коде игры, больше пока никакой информации про новую CSGO Mobile нет. Но многих интересует, как же будет выглядеть CSGO на телефоны. И вот на это у меня есть ответ. Игра не будет один в один, как с версией на ПК. Это, наверное, очевидно. Тем самым ваши скины, ваши звания, вся ваша статистика не перенесется с версии на ПК на мобильные девайсы. То есть это будет как полноценная, скорее всего, новая игра. И если честно, я даже сомневаюсь, что она будет называться Counter-Strike Global Offensive. Я предполагаю, что это будет либо CS Mobile, либо же CS Report Mobile, либо как-то так. Скорее всего, когда игра только выйдет, не будет такого огромного количества кейсов. Я не думаю, что компания Valve там будет переносить в игру кейс E-Sports какой-то 2013 года. Я предполагаю, что там, скорее всего, будут совсем новые кейсы, но, возможно, со скинами, которые есть уже в CSGO на ПК. Я думаю, в самом начале будет определенная там 6 или 5 карт. И уже в будущих обновлениях будут добавляться новые и новые. Которые, скорее всего, даже будут отличаться. И если брать звания, то, скорее всего, они останутся абсолютно такими же. Ведь это уже некая фишка CSGO, что там есть Сильверы, Голдновы, Калаши, Биг Стары, Беркуты, Глобалы. Режимы, я подозреваю, тоже останутся прежними. И матчмейкинг, понятное дело, будет. И, как я уже сказал ранее, вы не будете матчмейкинги пересекаться с игроками на ПК. Чтоб все было честно и все играли с телефона. Потому что мобильные шутеры, это не так уж и просто. Там нужно наловчиться, чтобы хорошо играть. Какая она будет? Как будет выглядеть CSGO? В принципе, на это я тоже вам могу дать ответ. Потому что сейчас в мобильном гейминге есть всякие некие стандарты. Выше которых никакая компания не прыгает. Потому что просто многие пользователи не смогут играть в их игры. Либо только те, у которых самые там новые крутые телефоны. Поэтому, я думаю, вы заметили, что на телефонах практически во всех шутерах одинаковая графика. И чем-то новым очень сложно удивить на телефонах. Поэтому графика будет примерно такая. Да, это я сейчас показываю копию CSGO. Но сделать игру с лучшей графикой и оптимизацией сейчас просто невозможно на мобильных устройствах. Поэтому CSGO от компании Valve, я думаю, будет примерно такая же. Ну а когда же выйдет этот официальный CSGO Mobile? На самом-то деле на этот вопрос очень сложно дать ответ. Потому что, увы, в строчках игры такого ответа не нашли. И вот с компанией Valve предугадать просто невозможно. Потому что какое-то обновление они могут сделать за неделю. А какое-то могут реально лет пять делать. То есть тут даже примерно невозможно сказать. Поэтому в этом ролике я не буду говорить какие-то свои пересказания, когда выйдет эта игра. А просто буду держать вас в курсе. И делать просто новые ролики на эту тему, когда будет появляться новая информация. Поэтому обязательно подпишись. Ну и парень, не забудь поставить лайк, если тоже ждешь CSGO на мобильные телефоны. Ну а на экране у тебя появились интересные ролики с моего канала. Просто кликай и смотри. Ну а я желаю всем удачи и скорых встреч.